Денис Маскоков Чем нас будешь согревать? Сегодня мы будем готовить классический глинтвейн, который я покажу, как сделать в домашних условиях. Мы сегодня его будем делать на соке. Обычно используют либо вишневый, либо яблочный, либо виноградный. В нашем случае это вишневый. То есть мы разогреваем основу, это получается у нас сок, до кипячения доводим? Мы его доводим до того, когда начинает идти пар и уже докладываем туда наши основные ингредиенты. Приступай, пожалуйста. Я смотрю, у нас уже пар идет. Да. Добавляем немного апельсина, немного лимона, две палочки корицы. А сейчас мы добавляем немного гвоздики, щепотку бадьяна. С приправами можно переборщить? Ну, на самом деле, да. Так что тут нужно знать, конечно же, меру. И добавляем настоящий мед. То есть у нас будет с тобой такой полезный напиток, да? Да. А еще, кстати, можно добавить свежие ягоды. Получится очень такой ягодный оттенок. Сколько времени готовится? Сколько нужно вот этому томиться? Как только начнет процесс закипания, мы выключаем, даем настояться 3-5 минут. И можно уже его использовать как согревающий напиток. Наш напиток уже готов. Мы выждали 5-7 минут. Можно разливать. Фрукты можно не убирать, прям вместе, да, использовать? Да. Лучше пить этот напиток горячим, так как он раскрывает все свои ароматы. И для того, чтобы украсить наш напиток, мы добавляем палочку корицы. Наш напиток готов. Предлагаю согреваться. Добавляем. Приятно пьется? Великолепный аромат? Не мерзните, пожалуйста. Поднимайте настроение себе и окружающим. Веселого вам, позитивного утра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова